Мои прекрасные зрители, здравствуйте, приветствую вас из Италии, из очень красивого города Паду. И сегодня я покажу вам, как одеваются не просто итальянцы, а точнее не просто подаванцы, местные жители, а итальянцы в том числе. Я уже говорила, что итальянцы предпочитают классический стиль, и если и носят спортивные элементы, то очень хорошо их миксуют вместе с классическими предметами одежды. Итальянцы любого возраста очень и очень любят пальто, отдают ему предпочтение, если говорить о верхней одежде. И да, я снимаю достаточно мало молодых, именно молодых людей, потому что я нахожусь в Падуе, когда они все в университетах, либо в школах. Но поверьте мне, когда я выхожу в выходной день, я встречаю огромное количество молодых, юных итальянцев, которые в качестве верхней одежды все-таки выбирают пальто. Итальянского мужчину характеризуют очень узкий силуэт и также очень короткие брюки, даже если брюки спортивные, они, как правило, будут очень и очень короткие. Открытые щиколотки, которые сейчас стали закрываться все-таки цветным носком, либо открытые лодыжки. Это тоже характерная черта итальянского стиля. Это витрина, и она тоже очень итальянская, потому что мы здесь видим классику смешанную, на самом деле потрясающе смешанную, с спортивными элементами, с элементами верхней одежды, которые больше кэжуал. Я, когда приехала в Италию, много раз об этом говорила, меня удивляли итальянские мужчины, которые носили поверх классического костюма, компонуя брюки со стрелками с самой обычной паркой, либо пуховиком. Но именно здесь, в Италии, я полюбила такой способ одеваться. Он стал мне очень нравиться. Хочу обратить ваше внимание также на две детали. Это брюки со стрелками. У итальянцев всегда выглаженные брюки, а также обувь. Она всегда чистая. Согласна, что в Италии гораздо чище, чем в любом городе, в любом городе России, допустим. Но, тем не менее, новая обувь, незаношенная обувь, начищенная обувь, это то, что характеризует мужской итальянский стиль. Обратите внимание, что правила, знакомые очень многим с детского сада, светлый верх, темный низ и наоборот, темный низ и светлый верх. Это правила, которые всегда работают, что в женском, что в мужском гардеробе. Правила контраста, именно так я для себя его определяю, называю. Это очень легкий способ комбинировать удачную и красивую одежду. Вам понадобятся светлые брюки и темный верх, это может быть джемпер, свитер, все что угодно, темная верхняя одежда. Темный низ, брюки или шорты будут прекрасно смотреться, конечно же, с белой рубашкой. В прошлом видео я обращала внимание, что белая рубашка редко светло-голубая, либо светло-розовая. Нет, именно белая рубашка является тоже особенностью мужского стиля. И дорогие мужчины, дорогие зрители, мужчины, я искренне рекомендую вам инвестировать в белую рубашку, а также белую футболку. Белая рубашка должна выглядеть новой, она должна быть отглажена. Если женщина может позволить себе, да-да, заношенные манжеты, которые она подворачивает, то у мужчины белая рубашка, пусть будет недорогой, но всегда исключительно белой. И в клетку, но не только на мужчинах, но и на женщинах. На данный момент это всегда вариация более выигрышная, чем брюки в полоску. И снова вариация классический костюм плюс пуховик. Повторюсь, мне было странно видеть подобные ансамбли, но теперь они мне очень-очень полюбились. И самое главное, они, что называется, носибельные, их можно использовать практически каждый день и не мерзнуть, и при этом выглядеть действительно потрясающе. Белая водолазка очень универсальна, смотрится гораздо лучше, чем черная водолазка и гораздо проще в уходе, потому что на черной водолазке сразу будут видны ворсинки и все, что к черной водолазке может прилипнуть. Обратите внимание на белую водолазку под костюм, под рубашку даже, но рубашка, возможно, джинсовая. На самом деле, белая водолазка очень универсальна. В своих женских стритстайлах я обращаю внимание на цветные кроссовки, в особенности на цветные шнурки. Если у вас имеются даже просто белые кроссовки, купите себе цветные шнурки, вы будете супермодником, по крайней мере, в тенденциях. То, что касается Италии, совершенно точно. Джинсовая рубашка также является прекрасной альтернативой любой другой рубашке. И крайне редко я вижу на мужчинах джинсовой рубашки, так же, как и на женщинах. На самом деле, джинсовая рубашка качественная, хорошая, та, которая вам идет, вы нашли ее среди множества других. Это также предмет гардероба, очень универсальный. Кстати, вот белая водолазка была. Водолазка будет прекрасно смотреться с бежевым пальто и с любым низом. Здесь, кстати, образ снова закомпонован по правилу контрастности. А этот образ тоже имеет за базу взятые бежевое пальто, но это скорее монохром. Я часто встречаю вот таких стритстайлеров, стоит ли так одеваться или нет, подскажет вам ваше собственное чутье. Я, как женщина, много раз говорю, предпочитаю более мужественный стиль, например, вот такой. Все очень смело, клетчатое пальто, красное пальто, но при этом все очень и очень мужественно. Мне кажется, что мужчины должны выглядеть мужественно. Итальянских мужчин также отличают свежие стрижки. Когда я вижу в соседнем кресле итальянца, я на самом деле удивляюсь, почему сегодня он пришел в парикмахерскую. На мой взгляд, у него совершенно не отросшие волосы. Но, тем не менее, итальянский мужчина – это всегда подстриженный, очень хорошо подстриженный мужчина. У него никогда не бывает отросшей стрижки. Ну или, по крайней мере, среди тех мужчин, которые мне попадаются, прежде всего, в объектив моей камеры. Потому что, конечно же, я снимаю красивых мужчин, красиво одетых мужчин, элегантных мужчин. Этот образ – это снова пример образа, закомпонованный по принципу контрастности. Темный верх, светлый низ. И я неоднократно обращала внимание, насколько итальянские мужчины любят и часто носят белые джинсы, либо просто белые брюки. Даже зимой белые брюки с черным пуховиком смотрятся очень и очень выигрышно. Образы кажутся сложными, потому что мы имеем принт, мы имеем принт на галстуке, также на рубашке. Но все достаточно просто и вам удастся легко закомпоновать подобные гармоничные образы, если вы будете использовать правило не более трех цветов, максимум четырех цветов в одном ансамбле. Принт перекликается в основном оттенке, например, здесь, скорее всего, жилетка, либо тонкий джемпер. И элементы клетки перекликались как раз-таки с цветом джемпера. То же самое с галстуком. Пусть принт на галстуке сочетается и полностью совпадает по цвету с пиджаком, например. Снова джинсовая рубашка, я их очень-очень люблю. И на самом деле очень рада, что они появились в продаже. Вот, пожалуйста, еще пример очень сложного образа, много слоев. Но, тем не менее, если мы присмотримся внимательно, будет использовано не более трех, крайне редко не более четырех цветов. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дорогие зрители, надеюсь, вам понравилась подборка. А самое главное, я надеюсь, что вы почерпнули для себя что-то полезное и интересное. Хочу выразить благодарность своим трем детям, которые спокойно играли. Я смогла это видео озвучить. Увидимся очень скоро на моем канале. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok